МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Экономика, гандаль, гуманитарная сфера. Шостый форум регионов Беларуси и России прайшел у Санкт-Петербургу. Некрылатые арели. Прокуратура не задоволена станом дитячих пляцовок у Витебских дворах. Таким будет сёняшний выпуск. Это новины Витебской области. У студии Вольгар Шмаргун. Витаю вас. Старшиня Витебска Абл-Ваканкама Миколай Шарсняу сёння выступил на шостом форуме регионов России и Беларуси у Санкт-Петербургу. Под часу встречи спикера Совета Федерации Валентины Матвієнки и старшини Совета Республики Национального Сходу Беларуси Михаила Мясниковича с керавниками регионов двух краин, старшиня Витебска Абл-Ваканкама отзначил, что на сябровских взаимоотносинах будуются вытворчие совезе беларуских и российских предприемствов и выказался про необходность суместных проектов по развитию наводчей Галины. Сёння на форуме было подписано погоднение помеж Витебским Абл-Ваканкамам и администрации Курской в области об экономичном, гандлёвом и гуманитарном супрацовнестве. Витебский областный совет депутатов так само домовился об супрацовнестве с Псковским областным сходом депутатов и парламентом Карелии. Старшиня Витебского Абл-Савета Владимир Тярентьев отзначил, что подписанные документы будут сприять по ширине межпарламентских контактов, развитию территориального громадского самокерования. На форуме так само подписано каля 30 контрактов на агульную сумму 46 млн долларов помеж Витебскими предприемствами и российскими компаниями. Высшейши установы эдукации Беларуси завершили прием документов на бюджетную форму навучания. В этом году державные университеты Витебской области значительно перевыкнали планы приему. За 6 дней они приняли больше 2,5 тысячи абитуриентов. Так, наибольшей популярностью корыстались полоцкие и витебские держа университеты, куда и наденную бюджетную форму подадено свыше 700 заяв. Успись лидеров и Витебский медицинский университет. Частей за все абитуриенты выбирают специальности у сферы информационных технологий. У нас в ГУ Машерова по результатам приемных кампаний сегодня отличный результат. Закрыты все бюджетные места, причем, что очень приятно для нас на всех специальностях, конкурс. А сегодня мы уже начинаем прием документов на платную форму получения образования и ожидаем в ГУ Машерова всех заинтересованных абитуриентов. До четвертого жнивня университеты принимают документы на платную форму навучания. Их могут подать абитуриенты, которые представят в приемной комиссии только сертификаты централизованного тестирования. Даречи, с сегодняшнего дня и до 26 лепеня молодець начинает сдавать внутренние уступные экзамены в ВНУ. Кончатковые выники залечения на бюджет станут вядомые до 28 лепеня, а на платную основу – до 6 жнивня. Осторожно, детячая пляцовка. Зломанные орели и горки, и ржавые, и поломанные конструкции, выявила прокуратура у рейдзи по Витебских дворах. Каб попередить неосчастные выпадки, прокуратура города на регулярной основе проводить мониторинг пляцовок, где гуляют и займаются спортом дети. Наша сдамышная группа долучилася до правооховников, каб оценить реальную картину стану гульнявого обсталявання. Подровязь с ней Кристина Шинкарова. Все лета Агарм-Канкам выделю на закупку детячих обсталявання коля 300 тысяч рублёв. Новые пляцовки усталявали малюста дворах города, але скарги от горожан протягивают поступать. Основные недохопы, які выявила прокуратура, это поломанные орели и горки, каменные выступы, проджавелые металичные элементы в острые вуглы, неумоцеванные конструкции. В этой площадке не устраивает конкретно то, что поломана горка, то есть ребёнок катается и может покалечиться, грубо говоря. Вот шутаются все вот эти вот, которые штучки на них. Вот хотелось бы, чтобы всё это сделали, чтобы детям было комфортно. Можно посыпать новый песок, можно привезти и сделать, качельки можно подкрасить, горку, лестничку, скамеечки обновить. Одной горкой, думаю, недостаточно, людям, детям надо. Ещё один серьёзный недохоп – это незасыпанные песком для обеспеки пляцовка под орелями и горкой. Такие ж недохопы и у дворах по суседству. Белодорожек нету, кататься тоже негде. Дурников мало где можно полазить, качелей нет. Небеспечную баскетбольную пляцовку, а по бочзёй карусели и орели прокуроры знайшли и у дворы по улице Ленина 5. У нас сломаны карусели, и когда маленькие дети идут к каруселям, они могут случайно встать и удариться об вот эту вот железяку. А горка, ну, когда на неё залазишь, получается, по ступенькам, ну, мы же держимся за поручни, и получается так, что она шатается. И когда ты ездишь, то ты приземляешься и можешь очень сильно удариться. Ещё ты можешь удариться об ступеньку, и у меня такое было, когда я съезжал, я до крови поцарапал себя поверхность горки. Обсталявание не новое, але я ещё можу послужить. Кап привести ягу парадок, вяликих выдатков не треба. Важно, каб коммунальщики доглядали и свойчасово ремонтовали их. Большинство площадок находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем, есть площадки, которые находятся в ненадлежащем состоянии. В настоящее время прокуратурой города готовится акт прокурорского реагирования управляющим делами Витебского жерета, в котором прокуратурой города будет предъявлено требование об устранении и нарушении законодательства при эксплуатации детских игровых площадок. На протягу нескольких тыднях наши корреспонденты спробовали дозвониться до керауництва жерета Витебска, как отримать их комментарии. Але отказы был однольковым. Можно услышать Дениса Михайловича? Дениса Михайловича будет позже, пока нет его. Позже. Телевидение вас беспокоит? Может быть, как-то можно связаться с ним? Пока нет. Прокуратура города запотребовала ликвидовать недохопы и склала акт реагирования. Але отказу от жерета по кульням и у правоохоуников. Махчима у коммунальников на это нема часу? Бояны ремонтуют детячие пляцовки? Кристина Шинкарова, Леонид Табола, Новины, Витебск. Сельчанин с 1963 года рождения подготовил для изготовления спиртосодержащей жидкости более тонны литров самогонной браги. Она была разлита по бочкам и молочным флягам. Также правоохранителем был найден и самогонный аппарат. По данному факту Лепельским РОВД проводится проверка. Изъятая брага стала одной из самых крупных партий, которую выявили правоохранители области с начала нынешнего года. До этого поля сроку правоохоуника у мужчины не троплял. Зараз у одной сынах ДАЯГО складенный администрацийный протокол. Худшей за все мужчине придется заплатить штраф. Витебские врачи-наркологи пропонуют скоротить колькость магазинов, что продают алкоголь в 10 разов. И одной из причин росту колькости пациентов, что мают алкогольную залежность, называют минавито доступность алкоголю. Такую думку огучили напереды дня профилактики алкоголизму. Все ли то в области рост по усих наркологичных показчиках. На улику областным клиничным центры психиатрии и наркологии амаль 19 с половой тысяч человек с алкогольной залежностью. У большинства своих это люди процесс дольных взрослых от 30 до 50. Пятая частка из них – жанчины. Лечение наркологических проблем, оно достаточно традиционно и консервативно. Во всем мире не придумали еще таблетки, которые избавляют от алкоголизма. Поэтому все современные фармакотерапевтические методы у нас освоены. В том числе есть аппаратные методики. Это в частности тест-терапия, то есть терапия токами. Это и все виды психотерапии. И основной этап – это все-таки реабилитация. Что такое реабилитация? Это изменение поведения человека. Это тесная работа психологов, социальных работников, психотерапевтов. То есть работа мультидисциплинарной бригады. Лечение от алкоголизма доброохвотное. И только у анонимных кабинет областного центра психиатрии и наркологии что год звертаются 7-8 тысяч человек. Полоцкий погранатрат, попередживая промажливые затрымки при проезде беларуско-латвийской мяжи. До конца липеня махчима обмежаванне руху транспорту у латвийских пунктах пропуску, селения и патерниеки. Сумежные на территории Беларуси урбаны у Брасловским и Грыгаровщина у Верхнядзвинским районах. Часовые незручности связаны с проведением рамонтных работ дорожного покрытия, которые обмежевывают рух транспорту. Это нужно уличить при плановании маршрута у замежных поездок. И на конец выпуска кольки слов об спорте. Ихраки и тренерский штаб баскетбольного клуба Рубон вышли с отпуска и начали подрыхтовку до чемпионата Беларуси. Правда, полноценным тренировочный процесс назвать складано. По куль баскетболисты гуляют у футбол на пусты, чекали-будоулей и наведывают в тренажерную залу. Об клубных перспективах, комплектовании составу, новых правилах проведения розыгрыша наши корреспонденты испытали у рулявого витяблян Руслана Байдакова. У минулого сезона баскетбольный клуб «Збира Годзвины» крыху расчаровал болельщику. Рубонуцы финишовали на 7-м ратку турнирной таблицы. Да хоть только фанаты прозвучаялись, что подопечные Руслана Байдакова уже несколько год за пар вяли борьбу за прозовые места. При этом состав команды мало менялся. Выник приносили практически одни и те же выканавцы. Рано-те поздно повинен был наступить спад. Почему результат был до этого, я могу сказать. Слабее был чемпионат и больше нам везло. Что же касается прошлого года, чемпионат стал посильнее, команды очень сильно укрепились. У нас возможности на это укрепление были минимальные. Поэтому когда-то счастье должно было прекратиться, и удача эта отвернулась от нас. И сейчас, если не принимать существенных мер на укрепление состава, а оно уже давно было, и в прошлом году ставился вопрос на укрепление состава, и по запрошенному ставился, ну, вроде как говорили так, но у нас есть и другие виды спорта, которые находятся в более бедственном положении, чем вы. Селетний склад витеблян мало одрознивается от минулогоднего. Добавилось только неколько юнаков. Селекция у клуба – болючая тема. Кожный год ктось из игроков, завершая карьеру, теперь охотить у другие клубы на лепшие умовы. А замены им нема. Запросить легионеру так само не отрымливается. В любую позицию у нас на сегодняшний день есть четыре человека, которые могут играть в первой пятерке. И с большой натягом. Поэтому какую позицию мы не тыкнем, вся позиция нам нужна. Только единственное, что в нашем чемпионате все достойные белорусы, которые могли бы нас усилить, они уже разобраны еще весной. Но мы весной решали другие проблемы, а сейчас мы решаем те проблемы, которые у нас, как всегда, летом становятся. Зараз арена, на которой тренируются баскетболисты, пофарбована. Я ее рахтует до наступного научного года. А тому доводится тренироваться на свежем поветре и освоивать иншие виды спорта. Хотя и в селеком баскетбольном чемпионате хапает новую ведению. Гулять соперники в первом туре будут у один круг, а место проведения поединков вызначать подчас жаробьевки. Если выпадет так, что мы будем играть только на выезде с нашими соперниками, то, конечно же, шансы наши опять уменьшаются. И мы сможем со старта, так устроен в этом году чемпионат, так устроили регламент, что со старта можно оказаться сразу в аутсайдерах и подняться. Может быть, даже не поднимемся до финальной части. Плануется, что все это чемпионат Беларуси по баскетболе, сярод мужичинских команд стартуя в вересне. Увесь остатнь, нечастно под их ток, у баскетболиста проведут в Витебску. Когда держатся, напереды дни старта розыгрыша организуют несколько контрольных спаррингов. Сергей Мисурагин, Дмитрий Котов, новины Витебск. До встречи! Субтитры предоставил DimaTorzok У ближайшие сутки по Витебской области будет воблачно с прояснениями на большей части территории дожжи. Ветер полночный заходный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура по ветру ночью плюс 8-13, днем от 18 до 23 градусов тепла. У Витебску так само будет воблачно с прояснениями часом дожж. Температура по ветру ночью плюс 11-13, днем 18-20, выше и за нуль. Субтитры предоставил DimaTorzok